Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова! Рад быть в живом общении в Церкви! И у меня желание поделиться мыслью. В основании я назвал свою проповедь «Оружие воинствования нашего». И в основании я взял место Священного Писания, которое записано во 2-м послании Коринфянам, 10-й глава, 4-го стиха. 2-е послание Коринфянам, 10-й глава, 4-го стиха. Апостол Павел здесь он пишет и он хвалится Господом Иисусом Христом. Здесь он говорит «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Оружие это, оно необходимо для войны, для сопротивления, для победы над врагом. Апостол Павел жил во время, когда было немирное время, когда Римская империя поработила многие страны, в том числе и Израиль был в порабощении. Но апостол Павел в жизни своей никогда не брал оружие, которое направлял против человека. Он никогда не был мятежником против власти. Апостол Павел жил не в спокойное время, жизнь его была в опасностях часто. В следующей главе, в 11, в этом же послании, он говорит с 23 стиха, 2 часть. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побывали. Три раза я терпел корабль крушения. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасности на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стужи и в ноготе. Это образ жизни был, его окружала опасность, но и тогда апостол Павел не брал в руки оружие, чтобы защитить себя. Он здесь говорит о другом. Далее он напишет в послании к Ефесинам, в 6 главе с 10 стиха, и он говорит церкви, он говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни дьявола, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевши устоять». Апостол Павел говорит об одном враге. Его имя Люцифер, дьявол, сатана, князь мира этого. И против него он когда-то в свое время, до сотворения земли и все, что наполняет ее, была война в небесных обителях, когда он возгордился, воспротивился и был Богом справедливым, святым, низвержен. С того времени он стал противодействовать всегда Богу. Это враг Бога. Слово нам открывает, когда Бог сотворил землю и все, что наполняет ее, создал человека. Дьявол направил силы свои против человека. Ему удалось в свое время победить, искусить, ввести в грех, разлучить человека, Адама и Ева с Богом. Это было грехопадение. Дальше мы видим, что Бог всегда направлял свои намерения, которые у него всегда были во благо, а не на зло. Во благо, чтобы дать будущность и надежду человеку. Всегда дьявол противодействовал. Мы видим Авраама, потомки Авраама, народ израильский, который дьявол всегда направлял тактику, стратегию, чтобы человека увезти от Бога, от Бога поклонения, от Бога почитания, от Бога благословляющего, увезти и вести их в грех. И часто он в этом преуспевал. Сатана знал намерения Бога. Как вы думаете, правильно сказать, что Сатана знает намерения Бога? Или Сатана все-таки видит действие Бога, которое он направляет к человеку, и он тогда противодействует? Мы видим рождение Иисуса Христа, это воплощение, это тайна сокрыта от веков и родов, которая исполнилась, которую мы недавно вспоминали эти дни. И от начала рождения, воплощения Сына Божия, от рождения Сына Человеческого, дьявол направил силу, чтобы истребить Его. Вы помните избиение младенцев? Но Христос был чудно спасен. Это было бегство Иосифа, его жены Марии и сына Иисуса в Египет. Но Сатана, дьявол, это же не физическая личность. Он наблюдает сверху и имеет способность. Как вы думаете, Сатана, когда избивали младенца, он видел, что там нету Иисуса? Разве он не видел, что он в Египет убежал? Я вижу в этом Бога Всемогущего. Я верю, что он сокрыл и не видел, не знал. Сатана никогда не может планы Бога разрушить. Никогда. В планах своих Бог всегда выводит, и все, что он планирует, оно исполняется. И даже в том, что Сатана противодействует, оно в конечном итоге послужит и служит во благо. Для человека, во благо для Бога, во благо для исполнения Божьего плана. Сатана, когда мы видим жизнь Иисуса Христа, смотря на Его служение, на земную жизнь, восхищаемся Его служением. За короткое время, столько Он успел сделать, но всегда в жизни Сына Человеческого Сатана принимал участие и противодействовал. Мы помним страшное искушение в пустыне, мы помним, когда народу, которому Христос принес новое учение, когда Мессия пришел на землю, законоучители, они не приняли Его, готовы были свергнуть Его с крутизны. И мы понимаем, что за всем этим стоял враг Бога, враг Сына Человеческого, враг Человеков. Наверное, кульминация, или самая высокая борьба была в жизни Иисуса Христа, это Гефсимания. Когда Сатана направил все силы, потому что через Писание, через пророчество, он знал или видел, что это жертва за грех человечества, и он всеми путями хотел не допустить. Но восторгаюсь, глядя на Иисуса Христа, который в борении принял план Бога, укопленный свыше сознательно, с готовностью, Христос пошел на Голгофу и совершил мученическая смерть, страшные истязания в преддверии того, и смерть на кресте Голгофском. Но мы радуемся и восхищаем, и прославляем Бога, что Он святой и праведный, принял смерть заместительную за грех всего человечества и восторжествовал над адом. И через это Он одержал победу, в руках Его ключ ада и смерти. Христос вознесся, и Бог послал третью Личность Божества. В день Пятидесятницы, сошествия Духа Святого на апостолов, когда они, первое, это Он напомнил им все, что говорил Иисус Христос, и второе, Он облег силою. Силою противостоять всем козням дьяволам, всем искушениям и иметь победу. Победу над адом и смертью. Победа над кознями дьявола. Повелевать бесам и сгонять их, как это делал Христос. Христос давать свободу и торжествовать. Эту силу дал нам Господь Иисус Христос. В Слове Своем Он открывает нам тайны Царствия Божия. Господь открывает нам и замыслы врага душ человеческих, дьявола. Апостол Павел в этом же послании, во 2 главе 11 стихом, он говорит, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Его мысли, его планы сатаны, они нам неизвестны, они открыты нам Слове Божием. Дух Святой открыл через апостолов и написал нам, и нам известна его тактика, нам известны его планы, его сущность – это враг. Его цель – это украсть, убить и погубить. Как вот это делает Адам и Ева, которые были обольщены? Что такое обольщение? Дети наши знают, когда они смотрят на конфетку, и они часто ее определяют по наружной бумажке красивой. Если красивая, значит и вкусная. Вот обольщение – это грех, спрятанный в прекрасную, может быть, похоже на правду, ложь. Оберточка красивая, а внутри – поизень. Когда он сказал, «Ева, вы будете как боги». Такая красивая обертка. И когда она поверила, взяла мысль, протянула руку и вкусила, соделала грех, последствия – смерть. За этой «кагуйте, как боги», там было спрятано поизень, там было спрятано яд, смерть. Он так же действует и сегодня. Он посылает человеку, показывает прелести мира. Помните, как Он показал Иисусу Христу? Он и сегодня показывает прелести мира, богатства. Как многих Он это уловляет. И человек направляет все силы, все свое время, все свои желания для того, чтобы приобрести. Имеет успех, приобретает, проходят годы, приходит время, попадает в госпиталь и страшный диагноз. И тогда Яков говорит в 5 главе с 1 стиха «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о богатстве вашем, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетелем против вас и съест плоть вашу, как огонь». Вы собрали себе сокровища на последний день. Это страшная реальность, которая открывает Слово Божие. Человек обманутый, и он никакое богатство, никакие друзья, никакие связи не могут помочь. А что впереди? А впереди реальность, которая сатаной спрятана, а Богом открыта. Это смерть и встреча с Богом, и встреча эта, которая не принесет радости. Слово Божие открывает в последней книге, книге Откровения, в 20 главе с 1 стиха записаны такие слова «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места, и видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книга раскрыта была, и иная книга раскрыта, которая есть в книге жизни, и судимы были мертвы, по написанному в книгах, сообразно с их делами, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судимы были, каждым по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Сатана никогда не говорит это, «А вот Бог говорит, Он не прячет в красивое, Он говорит реальность, Сатана это скрывает, но как многие люди обмануты сегодня и обольщены, обольщает дьявол искусно, показывает прекрасное, а в конце – обман». Свои силы дьявол направляет и сегодня против церкви, но через страдания Господа Иисуса Христа в крови Его драгоценной Он дал церкви силу противостоять силам зла, наступать на врага и одерживать победу. Только Господь Иисус Христос дает свободу, свободу от рабства греха, от зависимости греховной и жизни победы. Бог-председержитель дает силу и власть церкви, хотя во все периоды, во все времена были различные периоды, когда Бог допускал и страдания, и испытания церкви, но даже и в огненных испытаниях, даже в смертных страданиях Слово Божие Господь дает торжествовать во Христе Иисусе, потому что в Боге сокрыты великие обетования. Знаете, но моя мысль или тема основная сегодня направлена на не глобальную церковь, вселенную, а на индивидуальность, на личность, на меня и на тебя в отдельности. Независимо от периода в жизни, независимо от времени, в котором мы живем, мы живем во время благополучия, мира, искушения и испытания, искушения дьявола всегда были направлены и будут направлены на каждого в отдельности, на тебя и меня. И эта борьба, эти искушения, они никогда не заканчиваются. Они в молодости есть свои, в юности, в зрелом возрасте и в старческом возрасте, они всегда направлены на душу, чтобы, если возможно, и среди избранных увести от спасения, увести от награды, которые Бог обещал, и ввести в грех. Как это он делает? Слово Божие нам открывает. Вот, мне очень нравится Иаков. Он в своем послании в первой главе 13 стихиа говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает себя злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью. Похоть зачавшей рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Вот она, последовательность. Мысль, размышления, действия и последствия. Область мышления – это самая уязвимая и самая распространенная область нашей сущности. Только человек имеет эту область мышления. Только он имеет прекрасное преимущество. Вы замечали, что, сидя даже на собрании, вы можете побыть у себя дома, решить вопросы бизнеса, вернуться в страну, с которой вы приехали, вернуться в детство. Это прекрасная способность, которую дал Бог. Это частица божества. Это подобие Богу. Но вот в эту область самая уязвимая, и вот о ней я хотел немного поговорить. это область, где рождается мысль. Мысль, она может прийти и извне. Мы говорили об Адаме и Еве. Когда мы открываем деяния апостола, помните одну семью, их имя Анания и Сапфира. Тогда среди молодой церкви было доброе согласие, продавали свое имущество и приносили к нам богам апостола и говорили это все нам принадлежит всей общине. Анания и Сапфира продали свой участок, свое имущество. Но была мысль. Апостол Петр говорит, для чего ты, Анания, допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Он принес и положил. Петр говорит, это все, что вы продали? Да, все. Но он ложь допустил. Его никто не заставлял. Он мог принести просто часть отдать. Но он говорит, это все, но часть утаил. И эта мысль была от сатаны. Сатана положил мысль, Анания и Сапфира эту мысль в план договорились с женой и солгали. И последствия смерть. Вот она, тактика дьявола, она открыта. Она началась здесь, потом перешла в сердце, потом нашла в действии и последствия это смерть. Для расширения Царствия Божьего, для распространения Евангелия в Царстве Божьем Господь Иисус Христос нам дал оружие. Оружие, которое не несет смерть людям, которое несет, которым пользуясь каждый христианин способен разрушать твердыни и испровергать замыслы. И это живая вера в Бога или доверие живому Богу это молитва и это Слово Божие. Слово Божие это эффективное оружие, которым каждый христианин может пользоваться в отдельности и ими разрушать твердыни. Знаете, я хочу сказать, самая большая твердыня это здесь в нашем разуме. Это начало любого грехопадения. Оно начинается в разуме нашем. Бог использует Сатана использует различные тактики. Это различные искушения. Как важно, когда мы можем, как Христос, написано отразить эти стрелы. это горе утрата, когда человек допускает в сердце свое сомнение и разочарование. Два дня тому назад были похороны в Шарлотт. В семье Боброва случилось большое горе. Иначе его не назовешь. Но как важно и при таком горе, знаете, когда я смотрел и вместе с Анатолием он вышел, горем подавленный брат, в руках его Библия говорит, если бы не это слово, я не знаю, как это можно было бы перенести. Как важно, даже в таких крайних тяжелых ситуациях, непонятных, непонятных, когда сердце молчит, а тут найти в себе не огорчиться на Бога, довериться Богу, иметь живую веру, иметь упование на живого Бога, зная, что Бог всегда в контроле, Бог управляет вселенной, делает это мудро, никогда не ошибается. Бог управляет церковью, имеет намерение и дал ей право, молитва и Слово Его, в котором содержится обетование. И Бог контролирует жизнь каждого из нас. Христос сказал, из руки Отца Моего никто не может похитить. Отец Мой больше всех, Он могущественный, и в руке Его жизнь Моя и Твоя в отдельности. И Он знает намерение во благо. Как важно не допустить мысли, чтобы она не нашла в сердце наше место и не разделила нас с Богом, не отдалила. Знаете, когда бывает трагедия, я радуюсь, что среди этого общества, наверное, единственное общество, это церковь, где семь создаются с благословением, и разрушение семьи, это крайне редкое и нежелательное, и неестественное для церкви, когда идет разрушение. Но я знаю, когда разрушение, это уже последствия. А вот если вернуться, а что же было в начале? В начале же была любовь, когда было благословение, когда вы любили друг друга и соединились в одно целое. что потом произошло? У меня нету любви, у нас нету терпения друг к другу. Это тоже последствия, но в начале, поверьте, была мысль. Когда-то далеко, когда он или она допустила мысль, а он не тот, или она не та. А я думал о другом. Когда может быть лирическая любовь, а потом в естественной, в нормальной, повседневной жизни, а это и труд, и уборка, и готовение пищи, и стирка, и болезни, и все. А я к этому не был готов, а Слово Божие готовит к этому. Я радуюсь, что когда у нас благословляются семьи, с ними проводится беседа, когда человек, юноша и девица, сознательно подготовлены ко всем, потому что у меня никаких чувств нету, а не чувства впереди, а любовь содержится не на чувствах, а чувства приходят от любви, а состояние любви, оно приходит от мыслей, от ответственности. И когда молодые люди пред Богом берут эту ответственность из себя, то семья незыблема. И любые отношения, порванные или лопнутые, можно соединить, если впустить сюда и сюда чистые мысли, Богом благословенные, и удалить, противостать. Противостояние – это и есть оружие, а противостояние – это вера твердая, доверие живому Богу, это молитва, она бывает личная, она есть ходатайственная. Когда к нам приходит известие, молитесь за Веронику Снежко, ей предстоит операция. Мы не знаем подробностей, но кто бы, где бы, не находился. Я в это время был далеко отсюда, в Ирии, посещал родителей. Мы с братом имели беседу, и пришло такое извещение, мы сразу помолились. Бог слышит, Бог отвечает. Когда пришло известие, наша сестра Марина Шиндяпина, она в госпитале, ей предстоит операция, сложная, тяжелая, и милость Божия, Бог отвечает на молитвы церкви, но Бог слышит молитвы личные, а личная молитва, она приходит из сердца, а в сердце она приходит из нашего разума, Богом просвещенного и наполненного. Вы замечали, когда вы легли спать, потом помыслили о чем-то, и сон как рукой сняло, как ветром унесло, убежало, и пришла тревога. Мысли наши, они подконтрольны воле нашей. мы можем мысль любая, и Анания Сафира пришла мысль, ее можно было отогнать, твердую верою, словом его и молитвой противостоять, они ее пригрели. Дорогие братья и сестры, мы ответственны воле нашей, подвластной нашей мысли, наше помышление. Мысль может прийти, мы можем ее прогнать, но можем о ней помышлять и она зачнет, она даст росток и потом проявится. Мысли наши, помышления наши, они подвластны нашей воле. Часто человека с Богом христианина разделяет это соделанный грех. Он отдаляет от Бога. знаете, очень плохо, когда церковь лишена вот таких живых общений. Я понимаю, что вот когда это карантин и сайд-эффект, это может быть охлаждение у кого-то, кого-то мы не увидим в церкви. Но знаете, я нахожу и верю, что не только в богослужении состоит жизнь христианина. Если личного общения с Богом не будет, то и воскресное служение не поможет. Если личного общения с Богом не будет, то и воскресное и во вторник разбор и молитва не поможет. Как важно христианину иметь личное общение с Богом? А тогда это как последствия нас влечет в общение и это благо. Но вот от этого личного общения, близкого общения, помните, Христос сказал чуть позже, соделанный грех, он разделяет человека с Богом. Для меня очень важно обетование, которое записано в первом послании Иоанна. Я его знаю на память, как важно его помнить, когда человек остыл, отошел от Господа и говорит, у меня столько грехов, когда я не могу приходить к Богу. Есть обетование данное, Иоанн записал, если исповедуем грехи наши, то Он, Господь Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешаем, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Бог великий, праведный, Он любящий Бог. Мне так было дорого, когда мы смотрели в прямом эфире, вернее, в архива служения прошлого года. Наша сестра Светлана, она читала стихотворение, в котором душа разочарованная, в котором душа вот такое депрессивное состояние, когда упал в грехе, отошел от Бога, не находит в себе сил, он обращается и говорит, а потом такие слова. А Господь продолжал. Я Всевышний, грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость. Праведность не твоя, а моя. Господь, говоришь, без меня ты не можешь, кто сказал тебе, ты без меня. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебе вручил силу наступать на любого врага? Ты спросил, как быть совершенным? Мое слово в сердце посей, размышляй над ним, и однажды оно вырастет в сердце твоем. Поливай его напоминанием и исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Вот оно, то внутреннее состояние души, которое от людей сокрыто, которое даже самый близкий человек, может быть, не видит, но видит и знает только Бог. И знаешь и видишь только ты. И вот это состояние приходит от наших мыслей. Вы помните Иисус Христос? Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 8 глава, 6 стихом, «Помышления плотские, они суть смерти, а помышления духовные, они жизнь и мир». Вот оно, в послании к евреям апостол Павел пишет, «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам и не изнемочь, и не ослабеть душами вашими». Именно помышления о Господе Иисусе Христе, о Его тяжких страданиях, о Его смерти на Голгофском Христе, они дают нам благо душе укрепиться и ослабевшие силы наши утвердить и в следовании за Господом не остановиться, а иметь жизнь, победу. Господь Иисус Христос, когда был на этой земле, апостол Иоанн написал Его слова. Христос говорит, «Прибудьте во Мне, и Я в вас прибуду». Пребывание Иисуса Христа, оно незыблемо. Кто сказал, что тебя во Мне нет? Христос верен, Он сказал, «Се с вами во все дни, до скончания века». Важно, я пребываю в Нем или нет. А как в Нем прибыть? Иоанн здесь написал, Христос говорит, «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то, чего не попросите, будет вам». Это обетование Иисуса Христа. Они несут силу, они дают нам жизнь победы. Дорогая церковь, дорогие друзья, быть может, среди нас есть те, которых имя не записано в книге жизни. Дьявол прячет, а Бог говорит. Все люди предстанут пред Богом. Если ваше имя не записано в книге жизни, будете брошены в озеро огненное, которое Бог приготовил дьяволу и слугам его. Бог для человека не готовил. Но человек автоматически, если не принадлежит Бог, он идет туда, потому что имя Твое не записано. Я знаю, что имя Твое записать желает Бог, желает Иисус Христос. Для этого Он приходил на землю, для этого Он простирает руки. Если Твое имя не записано ныне, когда услышите голос Его в сердце вашем, принято через разум ваш, через мысли ваши, тогда обратитесь, и Бог даст, даст радость спасения. Имя Твое запишет, и Ты – дитё Божие. Быть может, Ты отдался, но еще не последовал, полностью не посвятил Себя Иисусу Христу. Это должно быть Твое сознание, Твое желание, Твоя готовность посвятить и последовать за Иисусом Христом, приняв Святое Водное Крещение, и всегда, в любых обстоятельствах, следовать за Господом. И Бог верен в Своих обетованиях, Он никогда не оставит. Быть может, сомнение, быть может, горе какое-то, быть может, разочарование привело тебя в состояние вот такого депрессивного состояния, упадка, когда Бог меня не слышит, и у меня желания нету. Это страшное состояние, это тактика дьявола, которая вводит человека в такое. Из этого выход есть всегда. У Бога никогда не остается план неисполненный, у Бога никогда нет безвыходного положения. В самой крайней, в самой погибельной ситуации Бог дает выход. Он, исповедующему грех свой пред Ним, Он прощает, очищает и восстанавливает. Это Бог наш любящий. Может быть, грех разделил тебя с Богом. Это сознательный грех, который ты повторяешь в жизни твоем, в котором ты живешь. Бог сегодня призывает к покаянию. А детям Божьим, которых Он простер свое благоволение, который записал имя в книге жизни, которых ведет по этой жизни, ободрительное слово, записанное в послании к римлянам, 8 глава, 32-34 стихи. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога. Он ходатайствует за нас. Ему слава в веки, ныне, в церкви и в вечности. Аминь. Поклонимся Господу нашему. Субтитры подогнал «Симон»